Всем привет! Я сегодня вам покажу нечто. Какими бывают цветоносы на наших с вами орхидеях? Одним словом можно их охарактеризовать. Древовидные. Что это такое? Это когда из основного цветоноса развиваются множественные отростки на живых почках. Вот посмотрите. Это как бы начало. Эту орхидею я вам часто показываю. Вот у нее, можно сказать, уже остаточное цветение моих орхидей-щеняток. Та, которая имеет именно вот такую характеристику. Древовидный цветонос. Вот почка, вот почка, вот почка, вот, вот. То есть посмотрите, сколько делений живых почек на основном, центральном цветоносе орхидеи. Но сегодня вы увидите нечто необычное. Это именно то, на что я постоянно обращаю внимание, когда прихожу и любуюсь на эти шикарные цветоносы, которые даже еще не раскрывают свои цветочки, а только у них период ботанизации. Но даже в этот момент эти цветоносы смотрятся просто величаво. Давайте вот сейчас я буквально сюда немножко здесь я покажу. Вот это старый цветонос на орхидеи а-ля сакура. Я часто вам показываю эту орхидею. Очень мощное, красивое растение. Много пар листьев. Настоящая перевернутая елка. В горшочке в этой посадке шикарная корневая система. Но не об этом сегодня. У этой орхидеи всегда на старых цветоносах пробуждаются множественные почки. Вот равно как сегодня я вам покажу на этом цветоносе две. На новом цветоносе этой орхидейки вот будет почка. Это не бутон. Вот будет почка. Это тоже не бутон. Это видно, что почечка. И вот будет почка. Посмотрите, это не бутон. И вот будет почка. Бутоны вот они только начинаются. Они более круглые и уже имеют оттенок своего цвета. Это нежно-розовая орхидейка. Смотрите, вот на основном цветоносе будет четыре деления. Представляете, что такое древовидный цветонос? Здесь, на этой орхидее в этом году, на моей а-ля сакуре, будет, смотрите, цветение во сколько цветоносов. Вот, не зря я не убираю старые цветоносы на этом растении. Вот, отпочковалась почка, свежая совершенно. Раз. Второй цветонос с двумя делениями. Два. Третий цветонос с одним делением. Три. И основной цветонос новый с четверным ответвлением. Видите, четыре вот таких вот будет веточки. И основной цветонос, который будет дальше развиваться. То есть, четыре цветоноса на этой грандиозной орхидее. Да? Вот о чем я вам говорю. Пойдемте дальше. Сейчас я вам покажу еще необыкновенные древовидные цветоносы на моих растениях в этом году. Забралась я на верхний уровень вот этого стеллажа своего. И показываю вам, что выделывает моя красивая орхидейка Pre-Ati Fuse. Вот она, Pre-Ati Fuse. Очень многие мне говорят, что не можем найти это название. Девчонки, есть оно. Я не зря это название подписала. Потому что цветение этой орхидейки именно цветение орхидеи Pre-Ati Fuse. Вот у нее, посмотрите, здесь древовидный цветонос. Но в варианте такая рогатка получилась. Да, основной цветонос цветет и рогатка ответвления одной из живой почек на цветоносе. Но эта барышня, она неугомонная. У нее очень классная посадка. Вот эту вот стеклянную колбу. Я как-нибудь соберу вам все свои колбы. И покажу, что в этом году творится в горшках, в колбах и в корнях у моих орхидей. И вот, пожалуйста, она не угомонилась. Она дала еще один цветонос. Вот он, вот он. И посмотрите, что выделывает эта красавица. Множественные боковые ответвления из живых почек в верхнем уровне цветоноса. Сейчас идет формирование бутонов на основном осевом цветоносе. И вот, пожалуйста, боковые вот такие вот древовидные веточки, которые начинают формировать очень красивый пышный букет при цветении этой орхидеи. Кстати, про эти романс, она всегда так у меня цветет. Всегда у нее формируются боковые почки из ждущих живых почек на основном цветоносе. Ой, вы знаете, все-таки покажу вам эту грандиозную красоту. Она цветет уже три месяца. Это орхидея, которая имеет название, по-моему, «Сладкий разговор». По-моему, так. Посмотрите, какая прелесть. Посмотрите, как цветет в этом году красиво Беглиб, который имеет вот это вот такое очень красивое название «Сладкий разговор». Светалк. Английское произношение, если я правильно говорю, произношу. Вот, очень, я вам рассказывала, множественно раз показывала, насколько у него грамотно и красиво покрывается цветонос букетами. Посмотрите. Во-первых, вот эта верхняя подсветка лампы здесь располагается у меня Юниэль, 35 ватт, который замещает полный спектр, необходимый для роста и цветения наших орхидей. И вот в этот раз летнее формирование цветоноса, несмотря на жару, дало вот такой вот очень красивый и эффектный вариант цветения. У него всегда очень короткие, короткое расстояние между вот этими вот стебелечками цветочка. Видите как? Вот он там прям очень плотно располагается, прям вот цветочек к цветочку. И за счет этого получается вот такое очень красивое и, ну, можно сказать, прям вот плотно покрывающее цветонос цветами. Вот такой вот вариант цветения орхидейки. Сладкий разговор. Ну, это как бы потому, что я тут рядышком была с этим красивым цветоносом. Вот поэтому показала вам его. Сама хожу, любуюсь, а вам не показываю. Скажете, Ирина, ну что это вы так с нами, девчонки, все, и мужчины. Исправляюсь, исправляюсь, показываю эту красоту. Это уже, я не знаю, какое домашнее цветение. И я вам могу сказать, сейчас полезла обследовать. Вот я очень часто делаю осмотры растений на верхнем ярусе, потому что все-таки здесь потеплее. Вот, и смотрю, быстрее растения у меня просыхают. Несмотря на то, что система отопления, зима, скажем так, работает, но быстро как-то просыхают орхидейки здесь у меня. И поэтому часто ныряю на эту полку. Стала смотреть, любоваться красотой цветения этого цветоноса. Полезла туда внутрь. Ну, я вам сейчас не покажу. Я туда просто не могу залезть. Есть у него в пазухе листа новый цветонос. То есть, вот он, кстати, всегда замечен. Именно этот гибрид орхидеи фаленопсиса. На момент основного мощного цветения объемного орхидея, очень часто появляются уже новые цветоносы. То есть, очень стабильный, очень красивый сорт. Я вам его частенько показываю на привозах. Поэтому, если есть желание иметь постоянно цветущий биглип, вот это про него. Пожалуйста, покупайте, нисколько не пожалеете. Очень стабилен, очень устойчив, непритязателен, невредный. Ну, ну, то есть, все-все только положительное. Могу вам рассказать про этот биглип. Ой, вы знаете, вот помните эту орхидейку, да? Это же орхидейка. Так, я вот прям смотрю. Вы знаете, мне очень многие написали название этой орхидеи, как морковный пирог. Представляете? Второе название – Apollo Long. Вот. Либо очень многие мне… А, ну да, это так и есть. Так, Carrot Cake. То есть, это по типу морковный пирог, да. Вот, посмотрите. И, пожалуйста, что я вам могу показать-то про него? Вы помните, когда я его покупала при царе Горохе? Еще в летнее время. Это было, ну как, это было начало августа месяца. Я его покупала с чуть-чуть открытыми цветами. В основном-то он покрыт был бутонами. Ни одного цвета не скинул. Столько времени он уже, он уже три месяца цветет. Раскрыл все бутоны в домашних условиях. И этот обалденный морковный пирог, он просто какой-то невероятный. Вот, посмотрите. Да, а еще, а, я вспомнила еще одно название. Я его не подписала. Ой, как же называется, девчонки? По-моему, вы мне писали «Какая-то река», «Красивая река». Да, вот я почему-то сейчас вот подзабыла название. Ну, посмотрите, какой, да? Очень красиво смотрится. Очень красиво. А вот это, это вообще мощь. Это такая красавица. Это beautiful smile. Это прекрасная улыбка. Эта орхидея стояла у меня на лоджии в комнате, в спальне. И как-то она была заткнута в глубину стеллажа. Цвела, но не так мощно всегда, как вообще способен цвести этот сорт. И тут, когда у меня появился стеллаж, вот этот, думаю, дай-ка я ее оттуда достану. Ну, и достала вот эту орхидейку. Эта орхидея, вот она мощная. Смотрите, какая у нее воздушная корневая система. Это все ее, вот туда вот уходящие корни. А это настоящий эпифит. Часть корневой системы растений этой орхидеи располагается в горшочке, а часть, вот, большая часть корней воздушная. У нее очень красивая листовая розетка, мощная. Корней в горшке просто полным-полно. Ну, и у нас вот, вот так он цветет в домашних условиях. Удочка какая-то усмирить невозможно. У нее формируется вот еще два цветоноса. Вот они так, пока вот так. Здесь три бутона, там два. Ну, пока все это на стадии формирования. Потом зацветет полным своим цветением. Я, конечно, вам покажу цветение этой красоты. Ну, посмотрите, какой бомбезный вид. Вы посмотрите, какая красота. Это групповая посадка. Моих бомбезных крупно, ну, да, сравните, если цветок этой Beautiful Smile и вот этот вот мощный 12-сантиметровый, иногда даже 13-сантиметровый цветы формируются на этой групповой посадке. Это орхидейка, как мы с вами поняли. Так, разные названия вы делали, говорили мне, предполагали. Но, по-моему, это югиданы все-таки. По форме листьев, по форме цветения цветка самого. Я понимаю, что это югидан. Ой, вот это вообще у меня тоже красота. Крупноцветковая белая орхидея. Здесь у меня как-то, знаете, смотрите, какие оттенки цветов собраны. Видите, какие? И розовые, и розово-сперсиковым. Вот этот вот, вот эта красавица. И белые, молочный такой оттенок лепестков орхидеи. И пестрые, и чего только у меня тут нет. Короче, опять я ушла в показ красоты. А хотела-то я вам показать совершенно другое. Древовидные цветоносы. Все, 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 девчонки, идем смотреть. Все, забралась я на верхний уровень своей полочки. Трек. Уже практически выцветающая красота в варианте цветения орхидейки. Пурпурный дождь. Purple Rain. Так он называется. И посмотрите, какая прелесть. На момент цветения вы видите, что это достаточно старое цветение. Потому что здесь уже потеря в окрасе не только лепестков, но и губы. Посмотрите, что у нас происходит. Бух! Бомба! Это бомба. Вот он, древовидный цветонос в полном его величии. Посмотрите, какая красота. Основной цветонос. Видите, насколько он развит. Во-первых, начался рост с того, что я заметила какой-то невероятно толстый росток. Я, естественно, понимала, это идет цветонос. Но настолько он был жирный и многообещающий. И не зря. Как мне на тот момент казалось, что что-то он все-таки мне выдаст. Ну и выдал. Основной цветонос. Вот он уже начинает открытие первого своего цветочка. Кстати, сразу могу сказать. Летний окрас совершенно другой. Это блондин в варианте летнего цветения. Когда пигментация темных оттенков на орхидейках, она все-таки менее очертана, менее выражена. Вот здесь будет, здесь уже видно, что здесь будет действительно цветение орхидейки. Пурпурный дождь, мощная, плотная. Такая клякса на лепестках образуется. Множественные кляксы. И мелкие, и крупные, и каких только, и средние, и каких только там нет. Раскроется? Покажу. Но вы видите, насколько мощный развит цветонос. Деление цветоноса в трех местах. Вот. Раз, два, три. Три деления и основной стержень, основной остов центрального цветоносика. Вот что будет в этот раз цветением орхидейки. Пурпурный дождь. Не зря. Не зря я пересадила эту мощь. В горшок, давайте напомню вам, вот, пожалуйста. По-моему, это альтернатива горшочек. Объем у него... Так, а какой объем-то? Пятилитровка, что ли? Потому что на момент пересадки, когда я достала растение из ее прежней посадки, взялись за голову все, не только я, когда я не знала, куда разместить и воздушную корневую систему, и ту корневую систему, которая находилась в горшке в предыдущей посадке. Пересадила, и вот посмотрите, насколько оправданно было взять этот горшок для этой орхидейки все-таки плотно. И, знаете, вот, предложила именно тот объем посадки, который дает необходимый уровень плотности корням. Корням есть куда развиваться, но немного места. И вот, когда у растения не сильно много места в горшках, они начинают давать очень хорошие цветоносы. Плотно развитые, объемно покрытые, и давать очень красивое, мощное, шикарное цветение. Вот, пожалуйста, в этот раз нас ожидает чудесное перевоплощение орхидеи пурпурной дождь в варианте цветения древовидного цветоноса. Поехали дальше! Ну, уехать мне удалось недалеко. Нельзя не показать вам уже срединный роспуск орхидейки Леодорина-Помидорина. Красиво! Я как сюда не приду, ой, боже, думаю, ну это же ты так у меня ароматишь. У меня тут ароматят все орхидейки. Ну, какие все? Именно те, которые являются ароматными и дают активный плотный аромат. Он, знаете, аромат одной орхидеи смешивается с ароматом другой орхидеи. И они совершенно не дают какой-то дисгармонии. Ароматы смешиваются и получаются какие-то просто невероятно шикарные, красивые и вкусные, вкусно ощутимые запахи. Запахи просто шикарных, шикарных, даже не запахи, неправильно я говорю, ароматы духов. Леодорина это необыкновенная история, необыкновенная орхидея, долго цветущая. Цветет матушка, цветет детка, вот она красавица, пить уже хочет. Я подготовила водичку, сейчас после видеосъемки обязательно полью. Смотрите, да, вот это она распласталась, разлеглась, как ей хочется. О, о, какая! Хорошо, что фиксатор держит горшок, она у меня хоть не падает, потому что цветоносы начали перетягивать посадку сюда. Хотя цветы не сильно плотно покрывают сами цветоносики, но все равно утягивают. Я как ни подвязываю, бесполезно, все равно цветочки перетягивают горшки. Ой, красавица! Она необыкновенная, как пятиконечная звездочка. Яркая, красивая, изумительная, восхитительная. И вот, смотрите, да, таинство раскрытия бутона. Сегодня к вечеру он обязательно раскроется. Так, ну, все здесь нет. Рядом с, вот, с будочкой он у меня, они ароматят рядом с будой. Будда пахнет очень сильно, но могу сказать, что он пахнет где-то до 4-5 часов сейчас. Летом он дольше пахнет. Зимой, вот осенью глубоко, зимой он пахнет всего лишь до начала вечера. Пахнет очень пумкин, также рядом стоят они, пахнет вот этот красавец. Вон он сидит, слушает, что я рассказываю. Видеокамера, не, не показывает она вам. О, идет. Ты к нам идешь, да, Сим? Вот она появляется из глубины морской. Что-то сегодня она, не даю ей, я сегодня съемки делаю очень множественные, не даю ей спать. Она слышит мой голос и приходит. Да, Сима? Ох, чудик. Так, цветет, ой, очень пахнет. Вот это очень пахнет. Так, что у меня тут еще-то ароматит рядом стоящие? Вроде ароматные закончились. Ну вот, орхидейка Уилджил, она только немножко пахнет. У нее совсем не яркий аромат. Ой, мама дорогая, вот это я наклонилась над Леодориной. Боже, какой аромат настойчиво сильный. Прям, вы знаете, пробивает вплоть до мозгов этот аромат. Очень глубокий и насыщенный. Так, пришла я в другое место расположения орхидеюшек. Это лоджия у нас в спальне. Вот на этом таком шкафчике стоят у меня орхидеи. Смотрите, очень часто вот эта орхидея, это орхидея красивый лимонный биглип. Когда он открывается, у него, знаете, наполненность желтым цветом лепестков, как у цыплят. Потом немножко становится блеклым со временем, но этот сорт биглипа, он всегда цветет вот такими древовидными цветоносами. Видите, вот у него на старом усеченном цветоносе проснулись две почки. Сейчас идет формирование бутонов. Вот, равно и еще в другой пазухе совершенно новый идет абсолютно свежий цветонос, который, я думаю, тоже обязательно нам вместе с вами даст ответвление. Будет древовидное цветение. Но заодно покажу своего этого попугайева. Это нечто! Как же он необыкновенно красиво цветет! Он такой забавный! Вот, прежде раскрытые цветочки у него всегда становятся менее насыщенным в своем окрасе. А свежие бутоны, вот видите, как они разбавляют, да? Плотностью покрытия цветом. Вот эти немножко выцвевшие бутончики. Кстати, у него всегда вот так, вот прям тоже цветонос обляпан. Это цветет детка на пропавшем пеньке. И я вам сейчас покажу вот что. Ну вот тоже, посмотрите, какая необыкновенная история. О! Это орхидея мультифлора. Как зацветет, я вам покажу. Ну, у этой мультифлоры, вот сейчас идет уже формирование бутонов. Свой цветонос, по-моему, она уже закончила в росте. Ну, вот формирует, формирует множественные цветочки. И у нее в пазухе, сейчас вот сверху, в пазухе листа, как-то, знаете, совсем я не поняла, как это произошло. Сейчас я вам постараюсь показать. Вот цветонос вот этот вышел, более верхней пазухи, вот которая развивается сейчас, красивый, древовидный. Но у нее в нижнем уровне, совсем в низкой пазухе, идет совершенно новый цветонос. Ой, вот он, вот, вот он. Я вам про него говорю, вот. И я, знаете, удивлена. Ну, ожидаю красивое цветение, мощное. Я думаю, что все-таки и успеет она раскрыть и этот цветонос древовидно, такой очертанный. И новый цветонос, ну, необыкновенная мультифлора, она очень красивая. У меня было, знаете, иногда желание, ну, реализовать это растение, кому-нибудь ее переселить. Сейчас уже я нисколько не жалею, что я все-таки оставила эту орхидейку дома. Все, показала вам те древовидные цветоносы. Может быть, еще где-то подзабыла показать. Ну, ладно, это все в будущем. Очень часто еще, кстати, на усеченных цветоносах каменная роза дает. Вот такие древовидные разветвления, просыпаются живые почки. Вот видите, на каменной розе у меня будет тоже очень мощное цветение. Вот, видите, сформирован, формирует росточки. Вот у нее новый цветонос совершенно на каменной розе. Вот у нее новый цветонос. И вот он у нее новый цветонос. То есть, цветение моей старой каменной розы в этом году будет раз, два, три, четыре, пять. На пять цветоносов. Ой, мои девочки, я не могу. Я их постоянно так хвалю, так хвалю. Все, здоровья вам, благополучия. Надеюсь, то, что я вам сегодня показала, хоть немножко вас порадовало и удивило. Всем пока-пока. Всего вам самого-самого наидобрейшего. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok